Каспийский флотилий Русские войска разгромили турецкую армию Пришейного у Шипчинского перевала. Битва под Шейного стала решающим сражением русско-турецкой войны 1877-1878 годов, в результате которой православный народ Болгарии был освобожден от пятивекового османского ига. После падения Плевны 10 декабря численность войск Радецкого была доведена до 45 тысяч человек, однако даже в этих условиях атака сильно укрепленных позиций турок была рискованной. Было решено атаковать обширный турецкий лагерь в долине против Шипчинского перевала двумя колоннами, которые должны были совершить обходный маневр восточной колонной под началом Святополка Мирского через Треневский перевал и западной колонной под командованием Михаила Скобелева через Эмитлийский перевал. Под началом Радецкого оставалось около 10-11 тысяч человек. Они оставались на шипчинских позициях. Колонны Скобелева и Святополка Мирского выступили 24 декабря. Обе колонны встретили большие трудности. Преодолевая снежные завалы, пришлось оставить почти всю артиллерию. Колонна Скобелева, кроме природных препятствий, столкнулась с турецкими отрядами, занимавшими господствующие над Южным спуском высоты, которые пришлось занимать с боем. Авангард Скобелева только к вечеру 26 декабря смог выйти к деревне Эмитлия, а главные силы были еще на перевале. Утром 27 декабря Святополк Мирский начал атаку на восточный фронт турецкого ладеря. Ладер имел около 7 верств окружности и состоял из 14 редутов, которые имели окопы впереди и между ними. К часу дня русские войска захватили на этом направлении первую линию турецких укреплений, блокировав путь отступления турецких войск к Андрианополю. Войска западной колонны 27-го продолжали сбивать турок с господствующих высот. Из-за незначительности сил, которые перешли горы, Скобелев не решился начать наступление. Утром 28-го турки перешли в контрнаступление против восточной колонны, но были отброшены. Русские захватили шибку и несколько укреплений. Дальнейшая атака колонны Святополка Мирского была невозможна, так как со стороны Скобелева атака еще не начиналась, и войска понесли большие потери из расходов большую часть боеприпасов. Родецкий, получив донесение Святополка Мирского, решил ударить во фронт турецких позиций и оттянуть часть турецких сил на себя. В 12 часов дня 7 батальонов опустились с горы Святого Николая, но дальнейшее продвижение по узкой и обледенелой дороге под сильным вражеским оружейно-артиллеристским огнем привело к таким высоким потерям, что русские войска, дойдя до первой линии вражеских окоп, были вынуждены отступить. Однако эта атака отвлекла на себя значительные силы турецкой армии и артиллерии. Родецкий не знал, что в 11 часов Скобелев начал свою атаку, направив главный удар по юго-западной части вражеских позиций. Вскоре его силы ворвались в середину укрепленного ладеря. Одновременно возобновило наступление колонны Святополка Мирского. Около трех часов Весельпаша, убедившись в невозможности дальнейшего сопротивления и отступления, решил капитулировать. Войска, которые удерживали позиции в горах, также получили приказ сдаться. В результате сражения Пришейного русские войска потеряли около 6 тысяч человек. Турецкая армия перестала существовать. Эта победа имела важные последствия. Фактически кратчайший путь на Андрианополь и Константинополь был открыт. Так закончилась битва за Шибку. Оборона Шибки до сих пор является одним из символов стойкости и мужества русских воинов. Для Болгарии имя Шибки – святыня, так как это была одна из главных битв, которая принесла свободу болгарскому народу после почти пятивекового османского ига и навечно вписала в историю имя славного полководца Михаила Скобелева. Вспомним, братцы, как стояли мы на Шибке в облаках. Турки нас атаковали и остались в дураках. Слава гримит трубой, за Дунаем, за рекой, по горам твоим болганским раздалось слава про нас. Только утро рассветает, разнесет вокруг туман, и на Шибку наступает вновь упорный Сулейман. Слава гримит трубой, за Дунаем, за рекой, по горам твоим болганским раздалось слава про нас. Сулеймановы, Аскеры, крепко в Шибку били лвом, а мы били их без меры и прикладом, и штыком. Слава гримит трубой, за Дунаем, за рекой, по горам твоим болганским раздалось слава про нас.